Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Почему именно продукты животного происхождения нельзя есть в пост? Некоторые думают, что это связано с огромной любовью к животным. Давайте хотя бы 250 дней в году, да-да-да, столько приблизительно постных дней в году. Не будем убивать бедных животных. В принципе, звучит даже логично. Но дело не в этом. Не потому мы не едим продукты мясного происхождения, потому что не хотим убивать животных, а по причине другой. Как правило, пища животного происхождения, и речь идет не только о мясе, но и молочных продуктах, она сытная, она вкусная, она тучная, если хотите. А как говорят отцы, которые опытно постились, по-настоящему, не так, как мы с вами, она тело уточняет, а тучное тело, сытая брюхо, к молитве глухо. И надо сказать, что мы с вами порабощены чревоугодием так же, как алкоголики, наркоманы, те, кто никак не может бросить курить. У нас просто свой порог, свое пристрастие. Оно может быть не настолько антисоциально, как те пристрастия, о которых сейчас говорил, но, тем не менее, оно обладает тобою так же, как алкоголизм. Ты просто порабощен своим желудком. И время поста — это время переоценки ценностей, время порабощения желудка тобою, а не наоборот. Апостол Лука пишет, где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Друзья, на самом-то деле мы о еде думаем. Все время. Мы живем, чтобы есть, а не едим для того, чтобы жить. В «Мертвых душах» Гоголя очень хорошо описывается эта история и в других произведениях. В «Расторжение брака» Клайва Льюис. Можете почитать и знакомиться. Собственно, для чего пост? Пост для того, чтобы научиться воздержанию, научиться к самоконтролю. Когда ты не хочешь, допустим, есть после шести, все, даю себе обед, не есть. Или после восьми. Ну а дальше что? Наступает восемь часов вечера, так, а ладно, завтра попащусь. Если кто-то собирается на диету, допустим, заблюдать, а не пост. Пост ведь это не диета. Пост без молитвы — это диета. Если ты еще и молишься, вот эти два весла, которые ведут тебя, царство Божие. И дело не только в количестве, не только в качестве еды, но и в ее количестве. Посмотрите. Был Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, когда Господь давал ему заповеди деколога. Хлеба не ел и воды не пил. Помните, когда Господь сорок дней постился перед искушением в пустынных горах? Он тоже не ел и не пил. То есть дело не только в ограничении себя от вкусной пищи, а вообще от ограничения от пищи. Но это не каждый может понести, но имейте в виду, что хорошо бы в дни поста есть уже чуть-чуть поменьше. На треть, на четверть порцию, но поменьше. Добавку не брать. Это будет настоящий пост. Пост не должен быть обременителен, друзья мои. Потому что, как говорится, если в семье появляется постник, все остальные становятся мучениками. Мама начинает всех кормить только постной пищей. Дети возмущаются. Муж возмущается. Кто там еще тоже возмущается. Слушай, ну ты постишься так и постись, а мы-то что должны вместе с тобой? Ну не все так глубоко воцерковлены. А еще хуже наоборот, когда дочка воцерковляется, приходит домой, все, мама, для меня готовь отдельно. Ну слушай, хочешь поститься, сама себе готовь. Почему ты должна других обременять своей религиозностью, глубокой воцерковленностью. Поэтому запомните, друзья, не должен быть наш пост обременителен для других. А еще, знаете, хорошо во время поста познакомиться с самим собой. Потому что, когда ты перестал есть, допустим, мясные молочные продукты, ну теперь у тебя вот такая миска жареной картошки, винегретика, пирожки с повидлом, пирожки с капустой, с картошечкой, с бобами какими-нибудь, с чецевицей. Ты это все уплетаешь, уплетаешь, уплетаешь. Ну какой уже тут пост на самом деле. Ты заменила просто одни продукты другими. И все в твоей жизни хорошо. Поэтому важно уменьшить еще и количество, не только качество. Ну а самое главное. Есть в книге пророка Исаии следующая цитата о том, каков пост настоящий. Вот пост, который я избрал, говорит Господь. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на свободу, и расторгни всякое ярмо, раздели с голодающим хлеб твой, и с китающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагагу, одень его, и от единокрованного твоего не укрывайся. Видите, у поста есть еще социальная составляющая. И она одна из важнейших составляющих поста. Ты сэкономил какие-то средства на своем постном столе? Хотя сейчас вы скажете, ой, батюшка, постные столы теперь в три раза дороже, чем скоромные. Дешевле было мясо купить, чем теперь все эти устрицы, кальмары, мидии, осьминоги, и прочие, прочие, прочие черепа кожные. Это тоже на самом деле не совсем верно. Если твой постный стол дороже скоромного, то здесь тоже надо немножко подкорректировать ваши отношения к постным продуктам. Так вот, освободившуюся сумму ты должен отдать нуждающимся, тот, кто голоден. Поэтому настоящий пост будет тогда, когда ты ешь чуть-чуть меньше, для того, чтобы другой ел чуть-чуть больше. Потому что, как пишет апостол Павел, «Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир, и радость во Святом Духе». Если бы суть поста была только в невъедении молочных и мясных продуктов, то святыми были бы коровы. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok